В Казанском федеральном университете идет активная работа по изучению уникальной сверхглубокой скважины Казахстана. Ее протяженность более 7 тысяч метров. Для этого сотрудники научно-исследовательской лаборатории рентгеновской компьютерной томографии проводят ряд экспериментов по исследованию горных пород, которые содержат газ. Наблюдение проводится с использованием метода микротомографии, то есть метода рентгеновского излучения, при котором создается трехмерная модель горных пород. Это позволяет увидеть имеющиеся в них поры, трещины и другие полости, содержащие нефть, газ или воду. Была проведена микротомография пород. Показано, что пористость очень маленькая у этих пород, поскольку скважина сверхглубокая. Чем больше пористость, тем лучше коллекторские свойства породы. То есть, допустим, хороший коллектор 30-40% там. Это очень хорошая порода, из нее очень просто добывать углеводороды. Чем ниже пористость, тем хуже коллекторские свойства породы, тем сложнее добывать. Именно вот поэтому встает вопрос, как увеличить пористость, какие методы применять. То есть, как раз и занимаемся вот этой проблематикой. При бурении скважин на газ используется боритовый утяжелитель, получаемый из боритовых концентратов. Именно он, по предположениям ученых, закупоривает трещины и поры. Необходимо будет насытить эти породы боритовым раствором, посмотреть, как изменяется проницаемость по газу. И после этого необходимо будет также провести фильтрацию специальных реагентов, которые как раз будут эти боритовые отложения растворять. То есть, чтобы поры, которые оказались закупоренными этими боритовыми растворами, то не освободились, и газ мог выходить все скважины. И, соответственно, наши казахстанские коллеги, партнеры сумели получить приток газа и разрабатывать месторождение. Данные исследования очень важны. В дальнейшем они помогут заложить основы для разработок сверхглубоких скважин. Арина Михайловна, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok